Ну что ж, друзья, всем доброго времени суток, всем доброго вечера. Студия StarLadderTV продолжает для вас транслировать закрытые квалификации в про-серию 18 сезона. Первые матчи мы посмотрели уже вчера, и сегодня вновь коллективы борются за очки, которые помогут им победить в группе, а значит выйти в следующий этап. На сей раз переместились мы в группу I, где играют коллективы Goose Gaming и Sunpire. Собственно, Sunpire, насколько я помню, первую свою игру в этой группе проиграли, Goose Gaming еще ничего не играли. Ну а у микрофонов для вас работают Александр Ланигиропотапов и Руся Хантер Ковальчук. Да, друзья, ну что ж, началась уже стадия пиков, потихоньку смотрим, что ребята берут, и вот видим уже второй день, второй день какая-то из команд не любит Ликана и банит его просто вторым пиком. Вот я не знаю, почему такая активность вокруг этого героя, судя по всему, он неплохо зашел в новом патче. Также очень интересно, есть ли в команде Sunpire какой-то классный парень, который катает на ми-поре, потому что Goose Gaming тоже его заводили на второй бан. Я не знаю, возможно, это правда. Ну, был шанс, возможно, где-то посмотреть игры, отыскать там игроков, попытаться на датабафе, что-то такое вот проделать и увидеть. Почему не любят Ликана? Ну, как мне кажется, команды против него еще не вспомнили, как играть. Ну, и давай по остальным банам я тоже пройдусь. Силы Тьмы решили избавиться от Эмбер Спирита, Ликана, Абадона и Темплар Ассасин. Кстати, очень часто вижу в последнее время либо баны, либо пики Абадона. Этот герой тоже потихоньку в мету вновь возвращается. Ну, а Силы Света забанили Андерлорда, Мипа, Акса и Лондруида. Да, и Тинкер третий пиком неожиданно достаточно. Вот. Обычно Тинкера берут где-то четвертым-пятым пиком, чтобы ему сразу какое-то сало в контрпик не заехало, а тут вот так вот уже сразу третьим пиком. Видно, очень сильно уверен себе игрок на миде, который пойдет на мид, уверен себе на Тинкере и взял его сразу на третий. Так, и Никсасасин сразу контрпик против Тинкера залетает от команды Гузгейминг. Ну, что ж тут сказать. Я не знаю, как Тинкер будет против Никса себя чувствовать. Просто придется всю карту обставить сентряками, судя по всему, чтобы не бояться Никса. Тут даже не столько сентряки важны. Сентряки могут даже особо и не помочь. Почему берут Никса? Так как раз против Тинкера, против Эмберспирита также любят. Потому что он, находясь в Вендетте, подходит под марш-машин, ну или, соответственно, под флейм-гвард Эмберспирита, включает Карапати, станет тут же персонажа, попадает с нему с Вендетты, попадает с Таном, подваливает братва Никса и заканчивается там Тинкер условный или Эмберспирит. Ничего он сделать уже дальше не может. Поэтому очень аккуратно нужно будет Тинкеру летать, как-то, чтобы рядом постоянно был шедоу-демон, хотя это очень сложно как-то реализуемо. Ну, хороший контрпик. И действительно, мне кажется, несколько раны Тинкера показались Эмберспирит. Да, Тинкер будет летать только на линию к шедоу-демону. Так, ну хорошо. Да, и Кентавра сразу берут ребят из команды с Эмпайр. Видели мы вчера этого персонажа и неплохо зашел, откровенно говоря. Ну и вот, что можно сказать про Кентавра? В принципе, отличная инициация, просто колоссальный урон, как по мне, со второго скилла на первом уровне. Ну и ульта тоже, ульта просто великолепная. Ну, также Джаггернаут взяли ребят из команды Гусгейминг. Джаггернаут. Вот, я просто сейчас подумал, что если Тинкер соберет Гост, то для Джаггернаут он будет абсолютно недоступным. Ну, то есть, только с первого скилла. Ам, так, ну хорошо. Ну, там, если Гост он собирает, то тут же он становится максимально доступен для Никса. Что касается Кентавра, его пика, здесь двоякая ситуация. Во-первых, можно быстро фокусить каких-то персонажей, влетая на них. А с другой стороны, можно попытаться и выйдить файты, если ты видишь, что Луна уже разультилась. У нас, кстати, Паджик там на пятый пик от Гусгейминг. Так, вот такие вот дела. Максимально хотят осложнить задачу Тинкеру. Теперь его можно ловить Никсом и Паджиком, соответственно, после этого еще и хукать. То есть, это получается, что Джаггернаут пойдет на мидллейн, а Никс Ассасин будет стоять, скорее всего, соло в их харде. И помогать всем этим ребятам будет лучше. Просто ходить и ромить по линиям. Так, ну хорошо, с Гусгейминг вроде как разобрались. Теперь надо посмотреть, что возьмет пятым пиком команда Sunpire. А, насколько я понимаю, ей не хватает корн героя. И это Алхимик, между прочим. Алхимик пойдет фармить на изи лейнзе. Вы жадненько, мне кажется, взяли Sunpire. Тинкеры могут достаточно сильно обломать мид за счет пуджа на ранней стадии игры. Алхимику и Тинкеру надо большое количество денег. И они оба привыкли выфармливать большинство карты. То есть, Алхимик направляя иллюзии, Тинкер летая сам. И мне кажется, остальные три персонажа будут настолько бомжевать у Sunpire, что будет действительно тяжело им где-то набирать деньги. И могут попытаться сыграть на этом Goose Gaming, закончив игру в ранних стадиях. До 30-35 минуты. Есть другой вариант еще, что Алхимик просто соберется не по совсем метовой сборке. То есть, не пойдет он через Монтостайл Актарина, а возьмет себе просто банально ребра какие-то с башером, возможно, с блинком. И будет чувствовать себя как полноценный керри-герой. То есть, независимо от маг-паркаста абсолютно. Да, шанс такие, в принципе, имеются. Плюс, помимо всего прочего, любят всякие делать сборки через Супер Медальку. Там Даггер Супер Медалька или Лотар Супер Медалька. И идти роумить по всей карте. Тоже, в принципе, возможно. Так, ну а давайте пока представим составы команды, раз уж у нас тут игра начинается потихонечку. На Луне будет играть Артас, Кибернет на Дазли. Имба будет играть на Джаггернауте. Мейден будет играть у нас на Никс Ассасине. И Шкипер на Пудже. Это у нас команда Гус Гейминг. Силы Света, прошу любить жаловаться. Так, да, Дарт играет у нас на Алхимике. Пешковский играет на Тинкере. Алгамон играет на Кентавре. За Селёдочку сегодня играет Поня. И за Шэдоу Демона Орео Милк. Да, ну, по-моему, кстати, ник, который он прописывал в лобби, у него назывался Рамзи, если я ничего не путаю. Так, ну это, собственно, команда у нас с Энпайр. Мне почему-то всё время хочется... Знаете, в аниме есть какое-то обращение с Энпай, как это называется. Вот прям очень похоже. И есть ещё команда Аниме, Ультимейт Сэнпай, как так называется. Тоже недавно транслировал её в матче. Так что, возможно, буду немножко ошибаться. Простите меня. Я тоже недавно комментирую этих ребят. Так, ну, в любом случае... Ну да, заходить на Хайграунд будет невероятно тяжело к команде Дайер. Там и Тинкер машинками, и Асид Спрей, и что-то у Демон откидывается. Жуть, жуть. Ну, по Джаггернаутам, в принципе, можно как-то попытаться зайти, как по мне. Ну, не знаю, и выйдить просто Тинкера, как минимум. Ну и Иллюзиями Луны, не знаю. Но, возможно, на это и рассчитывают ребята из команды Рейден. Ну, для Луны, кстати, взяли замечательного Дазлика. То есть, Луну сложно будет как-то закрыть так, чтобы... Она, например, не дала свой ультимейт вовремя. То есть, всегда будет подсейв. Прыгнет Слардар, можно подсейвить. Прыгнет Условный Кентавр, тоже можно подсейвить. Для этого есть и Дазл, для этого есть и Путш. Ну и, в принципе, в какой-то момент и БКБ их должна появиться, там, на арте, я думаю. Ну да, скорее всего, ну, однозначно будет БКБ. Вот ребята уже, я вижу, в крестнике нолики на карте начали играть. Действительно, очень насыщенное начало игры. Не, ну, вот эти паузы стандартные. Они были и в 6.8.8, и в 7.0.0. И, мне кажется, и до Реборна они были, хотя и в меньшей степени. Не знаю, в любом случае, в любом случае, когда-нибудь это все пофиксится, может быть. Ну, я верю в это. Нет. Не, ну, вроде как, в лобби уже пофиксили большинство бахов в алибо. Может быть, на что-то еще можно рассчитывать. Так, ну, в любом случае, что я могу сказать по командам. Сэнпайр я практически не видел. Гусгейминг практически этим же составом, за исключением Мейдена, выигрывали про серию прошлого сезона. Были они под другим тегом тогда, но это не суть. Важно, важно, что у ребят состав остался практически тот же. Одна замена сейчас, и коллектив сильный. Коллектив объективно сильный. Тяжело будет их оппонентам справляться с такими хорошими сыгранными ребятами. Так, Дазлик там вроде переподключается наконец-то, и мы можем начинать. Эти паузы несколько расхолаживают, на самом деле, игры. Особенно, когда где-нибудь в середине карты ставится пауза на несколько минут, и ты вот ждешь, что-то говоришь, игроки там что-то между собой обсуждают. Но вот темп игры дико теряется. Невероятно теряется, и ты уже потом забываешь, что было, что вообще происходило. Ну и как-то не столь насыщенно это все получается. Надеюсь, что таких пауз у нас не будет. А на самом-то деле я считаю, что пауза это достаточно полезная вещь. Ну в плане, в каком плане? То есть это тоже какая-то тактическая минутка. Возможно, даже в Валевы стоит что-то подобное ввести. То есть команды буквально посредине игры, не посредине замеса, конечно, а вот посредине игры, например, находясь там на хайграундах, просто обдумывают буквально минуту, что им дальше делать. Буквально без движений, без всяких... Не, а сейчас же сделали. Сейчас же сделали в начале, вот после пиков, стратеги тайм 30 секунд. Так что Валевы уже позаботились, в принципе, об этом деле. Ну... Именно уже в середине игры, когда там какие-то моменты буквально... А, то есть типа, чтобы тайм-аут можно было взять? Да, да, да. Чтобы 30 секунд буквально там тоже постоять на хайграунде, подумать о том, куда вести игру, что делать, там кого фокусить, то есть банально какие-то фразы обсудить. Ну, может быть, ты и прав. Но в любом случае, команды, если им это очень надо, и так это делают. Ну, когда ты знаешь, когда ты на чем-то сконцентрировался и сразу приходят тебя убивать всем селом, то не очень прикольно получается. Ну, тоже верно. Здесь отжимают, кстати, нижнюю руну у нас, например, своего оппонента. Верхнюю тоже отжимают, между прочим. А, ну то есть по рунам все более-менее ровненько. Получилось 2-2. Забрали у нас... Ну, самое приятное, конечно, алхимику, что он забрал руну у нас. У нас, судя по всему, трипла в харде с формящим алхимиком. Я думаю, что это будет все-таки не трипла. Никса, кстати, переместили у нас вниз, как мы видим. А Пудж вместе с Дазлом будет стоять на топе. Ну, и с луной, конечно же. Пудж будет, скорее всего, не просто стоять, а ровнеть. Вот он отличную позицию себе в деревьях выбрал. Его не видно. В любом момент он может выхукнуть кентавра. У него пока рот прокачан. На самом деле, надеются на замедление от Дазла. И под замедлением от Дазла еще и рот Пуджа уйти кентавру будет сложно, если у него будет прокачано что-то, кроме хувстомпа. Я думаю, что вот буквально подождут сейчас... Ну, вот смотри, смотри, Шеду Демон. И они будут на Шеду Демона. Да. Хорошо. До конца, в принципе, есть возможность убить. Да, и до конца пойдут, конечно же... Крипочки собственные! Собственные крипы просто сейчас жизнь испортили Шеду Демона. Они такие, о, о, противник, давайте, давайте, давайте в этот узкий лес, чтобы заблочить нашего героя. Ну, в общем, я бы на месте Шеду Демона не радовался вообще таким тиммейтам. В миде у нас там противостояние в итоге получилось. Тинкер и Джиггернаут. В принципе, ну, мы понимаем, что оба персонажа здесь фармить должны. Понятное дело, что в большинстве своем, наверное, Джиггернауту будет не хватать мана на первых уровнях. И нужно как-то бутылку, возможно, себе оформить. Потому что нужно будет в те моменты, когда на тебе лазер добивать крипов раскруткой. Когда тебя расхарасили, нужно ставить Хеллингвард. И здесь очень серьезно действительно может понадобиться бутылка. Ну, я на самом деле не уверен, что каждый раз будет Джаггеркрутиться, когда по нему лазер будут давать. Ну, посмотри. Не, ну, каждый раз понятно, нет. Ну, вот, периодически, чтобы уж прямо по крипам не отставать. Пока у него вообще все замечательно. Мы видим, что он 8-3 ведет относительно 2-2 тинкера. То есть Джиггернаут здесь вообще лафа пока стоять. Он исправляется совсем. Ну, вот, лафа прекратилась, как только лазер дали. Но зато пришел пудж на хосте, начинает вонять. У пуджа есть второй уровень и, скорее всего, это фраг. Тинкер отсюда уже никуда не идет. Хук-шот и... Ну, хук-шот. Хук. И фраг для имбы. Тот, конечно, тоже наполучал. Да, не стоял там вард у команды. Дайер, поэтому не увидели пуджа на хосте, бежащего просто со всех новых. Ну, хорошо. В принципе, вот, как бы, два фрага уже копил команды Рейдиант. А где вообще второй вард-то, интересно? Его, видимо, либо не ставили, либо развардели. Я вот... Ну, так как с интри я нигде не вижу, то его, судя по всему, даже и не ставили. Или где-то... Так, на Никса, выход сразу на Никса. Хорошо, сейчас будет Стан Селедочки. Так, главное, не в Карапасы. Хорошо, Стан. Отлично. Еще один Стан сразу от Алхимика залетает. Ну, немножко не затаймили. Ой-ой-ой. Немножко не затаймили. И под вышку залезли. В итоге он делает фраг. Плюс здесь уже есть пудж. Можно попробовать захукать Шеду Демона. Шеду Демон идет. Можно попробовать хукнуть. Хукнуть. Хук мимо. Ай-яй-яй. Чуть-чуть. Тут ошибка была колоссально сделана от Селедки. Не стоило ему Стан давать сразу под иллюзии. Просто стоило подождать Стана Алхимика. Вот потом уже, да, действительно по таймингу делать свою работу. Ну, хорошо. Бывает всякое. Неплохо отыграл Никса Сосин. Не растерялся. Все правильно сделал. Стан дал. Ну, это на самом деле невероятно важный фраг, когда ты делаешь соло против троик. Это, во-первых, и по морали несколько бьет противника. Во-вторых, ты получаешь с этого очень большой прирост по опыту. Возможность, ну, несколько голды себе получить. Мы видим, что сейчас Мейден. У него крепочки-то какие-никакие есть. Ой-ой-ой. У Шкипера Катапульта есть. Тоже нормально. Нет, я вспомню, как только ты сказал про соло против троих, сразу вспомнил хвоста на Интернешнл. Да-да-да. На Алхивике. Замансовал в лесах. Ну, после этого многие стали пользоваться этими лесами. А Джиггернаут, к слову, взял руну Инвиза. С этой руной Инвизом мог бы он пойти куда-то сейчас попробовать погангать условного Кентавра. Я думаю, что там без проблем получилось бы его забрать. Но пока просто... Нет уже что, понимаешь, еще вот в чем проблема. А там раскрутки бы хватило. Там же у Кентавра тоже нету Стампиды. Там просто замедление от Дазлика, который он сейчас кидает, собственно, на Кентавра. Мне кажется, что слишком плотный пока что Кентавр. Вот если говорить про какого-то Тинкера с Пуджом, то совсем неплохая идея. Ну, вот немножко не реализовал, конечно же. Пудж, Пуджа не видит пока что Тинкер, потому что варда здесь нету. Просто остается ждать. Так, ну, у нас уже было это разное дело. Тинкер пошел себе стаки делать. Таким временем внизу на Никс Ассасина выходят трое, баночка. Ну, и дальше, конечно, не пойдут. Потому что очень, очень плотный герой на развороте. Никс по традиции уже начинает наваливать. Кстати, очень больно бьет. Причем наваливает очень-очень неплохо, да. Стан, Селеки, конечно же. Я думаю, что Шедов Демон должен уходить. По идее, должен уходить. Его в любом случае должен подсервить банкой Архимик. Это просто его долг, как по мне сейчас. Нет. Кажется, нет. За Шедов Демон сам справился, в принципе. И теперь уже Мейден немножко загулял. Загуляет сейчас, да. Но там Карапаси, там еще есть Карапаси. Там есть Карапаси. В это время Патч умирается. И вот этот мужицкий размен просто один когтями, другой кувалдой по лицу немножко побили друг друга. И дальше решили не агрессировать. Пуджа убили. Где убили Пуджа? И кто это сделал? Я пропустил немножко сейчас. Подожди, а я вот тоже пропустил. А был Бану Гурмага в этой игре вообще? Бану Гурмага, насколько я помню, не было. Но Гурмаг в какой-то момент уже начинает выходить потихоньку. Ой, сейчас можно хукнуть. Ой, сейчас можно хукнуть. Ой, неприятно, сейчас можно хукнуть Тинкеры. Ай-яй-яй, почему? Ну, не хочет Пудж промазать, а вот сейчас все нормально. А у Тинкера маны нет, он только что потратил марши. И Тинкер просто, скорее всего, хотя под маршами бегать неохота, а далеко Джиггернаут. И просто убегает Тинкер, но марши заканчиваются. Здесь есть Слордар на развороте. Мана есть на раскрутку, мана есть на ультимейту Джиггернаута. Но прилетает сюда также Шидоу Демон, так что теперь уже погоня идет за Шкипером. Но тот просто уходит на Тапке и Виндлейсе. Да, немножко не вовремя пришел Шидоу Демон. Если буквально на пару секунд раньше, то был бы фраг. 100% был бы фраг. Возможно, бы даже попытались забрать Джиггернаута. А Пудж конкретно загулял, как у меня сейчас. Да, Пудж, если отсюда уйдет, то будет... Ну, единственная возможность задинается. Задинается, потому что есть по нему уже Солкетчер. Просто на ноге уходит. У него не сбитые транквилы. Он очень быстро бегает, но неужели Слардар его не догонит? Серьезно? А почему Тинкер не пришел, ракетками не сбил? Тинкер фармит. Тинкер фармит. Ракетки не сбивают. Ну, как бы, только Рэд Кликнуш сбивается. Да, да, точно. Ну, мог бы, в принципе, тычку дать спокойно просто прийти. Там времени, в принципе, не могло бы. Ну, там крипы прямо под вышкой. Они такие сладкие. Они никуда не убегают. И очередной хороший хук. Хорошо, Тинкер. Очередной хороший хук. А продолжение-то будет? Да, слушай, кукка не на Джиггернаута ждет. Джиггернаута ждет лучше. А возможно, сейчас придется саму подставиться. Но вот Джиггернаут был слишком далеко, еще и на ло-хп. Поэтому не факт, что Джиггернаут бы захотел забрать. Там практически умерший Дудемон уже. Его бы как-то подсейвить. Никс Ассасин. На развороте получается Тан и Сулкетчер. Но очень плотный. Невероятно плотный Мейден. Его просто вот избивает этот Слардар, вообще не ощущая. А сам получает по лицу очень серьезно. Ну и скорее всего отвалится. Сейчас хотя очередной хороший стал от Пони. Идёт с ультимейтом до конца, но не хватает, конечно, не хватает пару бимов. Пару бимов не хватает на тинкера, ну и уходит тинкер. Ну агрессия-то со стороны команды Рейдент идёт. Селёдка, есть хук, можно пытаться хукнуть. И супер отличный хук, и, конечно же, селёдка умирает. Агрессия-то со стороны команды Рейдент идёт. Они постоянно зонят тинкера, не дают ему грамотно фармить. Они постоянно зонят... Ну, они постоянно подпушивают линии. И мы видим, что здесь уже Т1 на топе нету. Луна там уже за Т2 даже забегала в надежде этого самого тинкера убить. Помимо всего прочего, топ-3 крипстата принадлежат именно команде Рейдент. Так что пока всё у них хорошо. Там очередной выход в исполнении Никса Ассасина на тинкера. Тинкера очень больно, приходится стампиду использовать для того, чтобы уже стопроцентно его подсейвить. Очень глупо сделал в одном моменте Никса Ассасина. Он вместо того, чтобы просто сначала ударить... Так, подожди, там убивают Алхимика. Алхимик... Нет, Алхимик будет жить. Не пошёл за ним до конца. Да, вместо того, чтобы просто дать один раз как бы укусить ультимейтам, он просто взял стандал сразу из ультимейта. Мне кажется, это было немножко глупо. Что я хотел сказать про Алхимика. По-моему, у Алхимика всё плохо конкретно. Потому что на девятой минуте получить... Аж на девятой минуте получить арбулейт для Алхимика, это, мне кажется, просто приговор смертельный практически. Ну так, репочков у него мало. Он, конечно, нигде не отдавался, но... Алхимик своё выформит. Вот дайте ему минут пять, он своё выформит. Другое дело, что пока этих пяти минут могут не дать. Мы видим, что четыре персонажа команды Гусгейминг у нас на нижнем шрайне подхилились. Самокатам никакого нет, но зато можно пойти поагрессировать на нижнюю линию. Потому что ультимейт от Луны уже... У Луны откатится уже через полминут примерно. И там можно будет сражаться вообще с кем бы то ни было. При этом... При этом... Да, говори. Тут в чём проблема для команды Дайр? Проблема в том, что просто Алхимик, я думаю, не сможет... Там Мейден, Мейден, Мейден зацепил Тинкера, Тинкер в итоге отправляется в таверну. Просто через Карапаси. Очень просто. Классический Никс Ассасид. Даже пару с Андряков я не вижу на карте. Против него не поставлено ни одного Сантряка пока что. Что я хотел сказать, что команда Рейден, если затянет до лайтовой игры, то у них будет всё очень хорошо, как по мне. Ну, то есть Алхимик в соло так слабенько чувствуется на самом-то деле. Против двух таких плотных персонажей. Ну, там стоит понимать, что в диком лайте будет агоним у Кентавра. Огромный резист к физическому... Вообще к урону. И Алхимик-то будет жить очень долго. Другое дело то, как он будет одеваться. Сейчас очень любят вот до конца прям упарываться в магический урон. То есть в такой тикающий урон. Постоянно вот этот Родианс, Монтостайл, Октарин. И вот ты отправляешь иллюзии, фармишь ещё больше, потом ещё больше. И только в самом лайте переодеваешься в физурон. Мне кажется, это не совсем грамотное решение, потому что в какой-то момент может просто не хватить этого самого урона. Да, это правда. Я тоже считаю, что физурон нужен прям вот сразу-сразу, потому что придётся очень много дефать. Очень много дефать, очень плотно отбиваться и умирать вообще не вариант, как по мне. Так, ну не, кстати, там на разведку вышел в вражеский лес, увидел там двух персонажей и сразу ушёл. Ну да, ну зато можно, кстати, попробовать подцепить. Можно попробовать подцепить, да. Есть ещё тинкер, есть ещё тинкер. И пошла ультимативная, забрали. О, ещё и поржал ульту. Ещё и стампиду, да. Ну раскрутка идёт, башню забрали. Ну, Слардару тут, в принципе, наверное, ничего не грозит. Ну, мы можем посмотреть уже, что происходит у нас по Крепстатам. Ой, по Крепстатам, простите, по общей ценности. Три персонажа команды Гусгейминг по общей ценности у нас на первых местах. Что же касается командной разницы в Нетворсах, то здесь 7500 для Гусгейминг. В плюс по голде около 5000 по экспириенсу. И мы понимаем, что это действительно очень серьёзное преимущество на данной минуте, которое сложно будет вот так вот сходу отыграть. Скорее всего, это всё из-за пуша. Просто храмотного пуша, потому что уже спушены были все Т4 и даже одна Т3. А вот как раз у команды Дайр всё плохо. Ни одной Т1 даже не упало. Простите, не Т4, а Т3, а Т1 и одна Т2. Вот. Так лучше. Ну, продолжает фармить у нас Джаггернаут. Тем временем, стандартные нынче бидлы для него через Монтостайл первым артефактом. Здесь Никс Ассасин. Никс Ассасин с Таном промахивается по шеду демона. Ну, можно хукнуть, можно хукнуть. Хукнуть чуть-чуть мимо от шкипера. Ну, и шеду демона помиловали. Замансовал. Там Морошан, кстати. Кстати, у Тинкера тоже всё лоховатенько, скажем так. Пока что нет возможности у него купить вот Boots of Travel. Даже на Soul Ring, как по мне. Ну, какие Boots of Travel? У него 3000 нетворса на 13-й минуте. Тинкеру печально. Тинкеру совсем печально. Вот он закупил себе вот эти начальные артефакты. Там, бутылка, нулик, ботинок. А дальше как-то застопорилось. Собственно, мы ещё на стадии драфта с тобой говорили, что достаточно жадный пик у команды Dyer. И действительно, с таким пиком нужно хотя бы начальную стадию лейнинга отстоять хорошо, для того, чтобы дальше иметь возможность науболиться, разгоняться. Потому что и Тинкер, и Алхимик, они фармят много. Они фармят много, фармят хорошо, но в начале им они бесполезны, по большому счёту. Так, те времена шедоу демона видит. Так, шедоу демона, между прочим, тоже видит в Уджа. Не ожидал, наверное, здесь его как бы углядеть. Так, ну а пуш, кстати, его не видел, потому что он был в тумане войны, скорее всего. Ну и пушат, просто спокойно пушат. С Аидой, скорее всего, даже зайдут на хайграунд, ребята из команды Reagent. Ну вот, посмотрим. А что не мешает, да, они вполне могут. А там телепорт-то у всех есть. У Тинкера нет телепорта. У Тинкера есть хастан, у него нет телепорта. Они будут дефить на хайграунд сейчас просто вычетвером. Тинкер, конечно, на хасте побежал. Телепорта также нет у Слардара. И просто втроём сейчас дефить нельзя. Просто они могут улететь, немножко неграмотно получилось. В итоге подхиливался через шрайн, разулетился всё-таки у нас Джиггернаут. Джиггернаут залетел очень далеко, его быстро распополамило. Там небольшой мисплей произошёл со стороны Куджа. Ну, вот и... Пожарничал, пожарничал. Ну и много должен денег за этот фраг. Да, действительно, больше тысячи получает за этот фраг. Но, как бы, это уже такой звоночек, что у вас два персонажа оказались без телепортов, когда вам заходят на хайграунд. Вот. И если такое повторится ещё раз, я думаю, что ошибки со стороны противника уже не будет. Да, и вот в чём проблема сейчас в Лапу Джа, то, что он стоял вот здесь, видел, как... Вот здесь он стоял, видел, как Шедоу Демон поставил Шедо Вард. Во-первых, его никто ещё до сих пор не раздеварил. Во-вторых, вот в зоне видимости этого Варда сейчас Пуч пытался хукать. Конечно, понятное дело, он не попал, потому что от него мансуют прям. Так, хорошо, тем временем выходит от них СССИ на Шедоу Демона. Я думаю, что Шедоу Демон здесь подписал уже себе смертный приховор. Очень сложно будет ему идти, но... Нет, там не было никакой поддержки, потому что основная цель сейчас — это вышка. Эта вышка — это последнее внешнее оборонительное строение на стороне команды Дайер. И, собственно, когда она упадёт, и по моп-контролю невероятно сильно просядут с Энпайры. Ну, они, в принципе, и сейчас уже просели. И через какое-то время... Ну, они просто фармить не могут. Вот они не могут фармить. Нашли здесь, кстати, Дарта. Нашли Дарта. У Дарта нету свиткой телепортации. Он просто не может отсюда уйти, и... Ну, да, тут надо смириться с тем, что ты умер. 30 секунд. 30 секунд бежал на химико. Да, причём проще будет намного зайти сейчас Джаггернауту на хайграунд. Просто подкрутилочки побить тавер. Банально. Ну и что сказать можно ещё? Там ещё и ДД в бутылке у Джаги. Ой, приятно-то как. Там ещё, конечно, и дабл дэмэдж. Да, но в чём ещё большой плюс? Потому что сейчас просто, как по мне, некому. Некому сбивать ему сейчас хилку. Кто ему сейчас будет сбивать хилку? Если Шедоу Демон подойдёт, он умер. Там машинки неплохо ему лицо сбивают. Ему приходится даже под хилкой отходить. Сейчас опять будет первый скил, он опять зайдёт. В принципе, классика, как по мне. Ещё будет Монта Стайл у Луны скоро. Так, тем временем, Никс Ассасин, ну, пытался попасть станом, но он его отменил в последний момент. Луне придётся немножко отойти. Даже на подсейф был стан сделан Никс Ассасином. Ну и, наверное, стоит отходить. Появился алхимик. В принципе, можно уже сейчас с Шрайной ломать. Как по мне, неплохая идея была бы для команды Рейден. Да, да, отойти, получить ещё там, сколько, ну, пару тысяч примерно за эти Шрайны отвалят. И преобразовать всё это дело в какие-то полезные артефакты и заходить. Ну, да, для Луны это Монта Стайл. Там есть ещё остальные персонажи, которым тоже навалить неплохо. То есть Дазл какой-то артефакт себе купит. Условный Глимер Кейп какой-то за те 300 голды, которые ему там приедут. Ну, пока решают. Так, всё-таки не отходят, ребята. Да, до конца идут. С Крипом своим большим вожаком волков до конца идёт Луна. Скорее всего, даже будет танковать какой-то дамаг. Ну, против Тинкера всё равно очень неудобно стоять. Это очевидно. Ну, да. И там ещё игроки писали в чате перед началом, что... Ой, хороший хук в итоге. Так, хороший хук. Хорошо. Нету сейчас закрывалки у Шедоу Демона. Так. Минус армор по всем от Дазла. Отлично. Ну, Эгиду уже выбили. Так, минус Эгиду у Луны. Тем временем, у Джиггернаута всё ещё дабл демаж и всё ещё есть ультимейт. И это такой плохой позыв для команды Дайер. Понятное дело, что сейчас дефать будет очень сложно. Ну, сейчас немножко сдали позицию. И... Да, хороший ещё хук получился. По Тинкеру Тинкеру мгновенно убивают. Здесь на развороте, конечно, Джиггернаут разменяли, что... Тоже неплохо. Но бараки упадут. Без Тинкера дефать бараки невозможно. У нас это просто стояло под пассивкой, наносило колоссальный урон. Немножко не получился смог, конечно, но ничего страшного. Ну, вот сейчас как раз Тинкера нету. Спокойно линию снесли, спушат Шрайна и могут дальше уже чем-то заниматься. Да, приобрёл себе Радиенс Алхимик. Но кто ему даст ещё времени? Ему нужно ещё Манта Стайл Экторин. И только после этого он будет одеваться во что-то полезное для файтов, по большому счёту. Всё-таки Манта Стайл решил делать себе Алхимик. Ну, опять же, надо как-то опираться от того, что сложно всё-таки, всё ещё сложно противнику заходить на хайграунд. Возможно, возможно, придётся купить какие-то бутсов тревел хотя бы. Ну, потому что вообще фарму очень-очень всё печально сейчас у Алхимика. Но бутсов тревел им не сильно помогут. Когда линии все отпушены, вот даже сейчас, да, Арт очень рискует. Вот, находясь вот там, где он фармит, там, кстати, приплыл где-то Паджик. Да, загулял немножко. Ну, в любом случае, в любом случае, в любой момент Тинкер может прилететь. Конечно, у него пока что даже нет ещё и дайгера, но дамаг он всё равно неплохой прописывает с лазера и с ракеток своих. Может подсейвить, может помочь, и в любом случае это будет полезно. Пытаются затянуть, да, сейчас игру максимально с Энпайр. Выход пошёл на Алхимик, он должен это понимать. У Алхимика есть телепорт. Уже пора это делать. Пока не знаю, где он находится. Вообще, собирается ли убивать Алхимика? Как по мне, так, Путш, да, появился Путш. И, возможно, сейчас не успеет Алхимик немножко, да, 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 Карапас и прожимает. Очень вовремя прожал Карапас у нас, Микс Ассасин. И сейчас уже, вот конкретно сейчас, можно идти второй раз на Хэнграун. Ну, там ещё линии надо как-то подпушить, самим собраться немножко. Плюс выкуп на этот раз есть у Алхимика. Я думаю, ему даже не понадобится, в принципе. С другой стороны, могут... Ну, вот хочется сейчас зайти на Хэнграунд. Хочется сломать ещё сторону. С другой стороны, возможно, хочется несколько сейвовия сыграть, подождать следующего Рошана. Вот он там будет через пока непонятное количество времени. Но решают, что... Надо пушить, надо агрессировать. Можно попробовать выхукать под вард. Сейчас бы команда Рэдион не помешала в вард на Хэнграунде. У них есть, есть. Вот он, да. Он поставил худш, всё правильно он сделал. Станчик по двоим, отличный кентавр, контр-инициация. Подсейвили джиггернаута, джиггернаута пока не убить. Ему нужно ультимативную прожимать, если он хочет жить. Хотя под вардом хилиться неплохо. Пошёл Алхимик. Но Алхимик много урона пока не наносит. Все живы. Ну и прожимает машинки тинкер. Под ними, конечно, будет очень сложно заходить. Придётся опять юзать первый скив джиггернаута. Но в прошлый раз же ернауту это вышло не очень хорошо. Ну все живы, но... Один колодец использован. Так, здесь кентавр прыгнул, боже. И лучше монтву не делал. Его просто испепелило. На что рассчитывал кентавр, если шедоу демон был за полкилометра? Ну он такой фейс-чекнул просто. Как там дела на лоуграунде? Что там у пацанов происходит? Мне вот немножко непонятен пик команды Dyer сейчас. Вот я только сейчас заметил, что у них два таких как бы закоренелых самозаменяющихся инициаторов. То есть у них есть селёдочка и кентавр, которые в принципе выполняют ну и ту же функцию для команды. Они просто врываются и станят. Ну то есть, зачем два таких стана мне непонятно. Ну хорошо, тем временем джиггернаут раскручивается и падает ещё один барак милишников. Скорее всего, ещё одна сторона для команды Dyer. Так, отличный банк копт сейчас получился от Никса. Хорошо. Ультимейт от Дазла. Отлично. Ультимейт, наконец-то, хороший ультимейт получился от джиггернаута. Ну и, конечно же, это минус два. Приходится байбак от Алхимику. Я не уверен, что это сильно им поможет. Потому что есть у него всего лишь баночка. Ну и Радик даже нету манта стайла. Ну, немножко промахивается, конечно, у Компурж. Но, боже ли, это ультра килл для луны. И, конечно же, это уже, скорее всего, гудгейм. Потому что пять игроков команды... Пять игроков команды Рейден сейчас всё ещё живы. Всё ещё готовы до конца идти. Так. Немножко промазал кентавр станом. Немножко, чуть-чуть совсем. Так, ну хорошо, джиггернаут. Джиггернаут, скорее всего, уходит. У него есть крестик. В смысле, у Дазла есть крестик. Он может подсейвить джиггернаута. Есть хилка. В принципе, очень хорошо сейчас дела обстоят для команды Рейден. Что им нужно ещё для счастья? Просто сделать ещё один такой же закон. Смотри, они забрали в сторону. Они могут пойти, если им надо, похилиться. Но им особо не надо. Там только у Дазла с Пуджом не очень много маны. Остальные как бы не жалуются особо. И просто забирают третью Т3-вышку. Здесь прыгнули в Слардар. Слардар в итоге отваливается в таверну невероятно быстро. Ну и третья сторона. Третья сторона имеет честь быть разрушенной практически уже. Ну, мега Кривов, понятное дело, таким пиком никак не отдефать. Летают главы по всей базе команды Дайр. Поцепили чудоу Демона. Его тоже отправляют в таверну. Рампажечку так и не дали, к слову Артасу. Ну, я думаю, что как-нибудь уж... Ай-яй-яй. Улетает же, верно, в последний момент. На самом деле, ты немного не прав. Вот я считаю, крипов, мега Крипов тут можно дефать спокойно. В принципе, Тинкером и Алхимиком. Но вот против такой, как бы, команды сложно дефать мега Крипов, которые в любой момент зайдут и наваляют тебе по щам. Ну, хорошо. Ладно, мега Крипов ты, может, и сможешь дефать. Но когда с этими мега Крипами зайдут еще пять персонажей команды противника, то на этом все закончится. Тут уже... Это уже другой вопрос, скажем так. Ну, Трашанчик воскрес. Скоровинно. Луна. Луна, ультимейта нет. Ой, стан Кентавр. Что-то ему сбило стан. Возможно, это был Волк. Пошла ультимейт от Кентавр. Разваливается просто в секунду. Разваливается Алхимик. Туда же отправляется и... Кентавр, да, гуд гейм. Двадцать три минуты. Но, как мне кажется, проблемы команды с Энпайр начались с драфта. Реально с драфта. Они несколько не продумали эту игру на стадии пика. Да, ты абсолютно прав. Я тоже считаю, что достаточно жадный пик получился. Два инициатора абсолютно идентичных. Как по мне, просто не хватило у них... Не хватило у них времени на раскачку. Ну, в любом случае, есть еще небольшое время подумать над своими ошибками у команды с Энпайр. И возможность попробовать отыграться, так как это все-таки БО-2 матч в рамках группового этапа закрытых квалификаций про серии 18 сезона. Так что мы на небольшую паузу уходим, после чего будем возвращаться на драфт второй карты. Далеко не расходитесь, будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...